На территории Московской Государственной Академии Физической Культуры открыли бюст Сергея Белова. Легендарный баскетболист, выпускник этого учебного заведения, окончил его в 1977 году. Тему продолжит Луиза Язарян. Его достижения и заслуги можно перечислять бесконечно. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, и многократный победитель и призер чемпионатов мира. Сергей Белов – один из самых именитых игроков отечественного и европейского баскетбола 20-го столетия. Мы все сразу же вспоминаем 1972 год, Олимпийские игры, финал с командой США. Его вклад в эту значительную, огромнейшую победу, которую вспоминают сейчас, как одну из легендарнейших спортивных сражений и легендарнейшую победу нашего отечественного спорта. Факел, который зажег Олимпийский огонь, который был на Олимпиаде в Москве, в нашей столице, нашей Родины, нес как раз-таки Сергей Александрович. Это высочайшая оценка, высочайший уровень доверия. И, конечно же, спортсменов выбирали среди всех. И самый достойный был как раз-таки Сергей Александрович. Московская государственная академия физической культуры богата именитыми выпускниками. Только призеров и победителей Олимпийских игр насчитывается более 250. Этот бюст положил начало аллее славы в честь знаменитых спортсменов, которые в свое время учили здесь. Инициатор проекта – дочь Сергея Александровича Наталья Белова. Я тоже училась в академии. Но вот в Гацаливке, в Центральном институте, у них есть аллея своя, вот именно славы своих великих, не только спортсменов, у них есть и тренеры, у них есть и преподаватели. А здесь, в академии, которую заканчивал Сергей Александрович, такой аллеи не было. Я вышла с предложением к руководству академии, они поддержали. И вот сегодня был исторический момент, когда мы открыли, и мне очень почетно, что бюст Сергея Александровича будет первым, будет возглавлять, скажем так, эту аллею. После торжественного открытия скульптурной композиции состоялось возложение цветов. Затем почетным гостям вручили в сувениры – маленькие копии бюста Сергея Белова.